Компания Кодерлайн приветствует вас. Сегодняшняя наша встреча посвящена налоговой реформе, в общем-то, то есть изменениями, которые коснутся упрощенки. И вы видите на экране наши контактные данные, наша электронная почта, наши телефоны, наши телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитика Динес Гардышева Галина. Если вам по какой-то причине показалось неудобно время проведения или не удалось досмотреть до конца, то вы можете немного позже вернуться на сайт. Мы выкладываем записи наших вебинаров и, возможно, вы найдете, кроме этого вебинара, еще какой-то интересный для вас материал. Мы будем очень рады оказаться вам полезными и будем очень благодарны, если вы найдете минутку-другую для обратной связи. То есть, может быть, какие-то вопросы по ходу нашей встречи возникли, может быть, какие-то вопросы не по ходу, но которые вас беспокоят, мы будем рады ответить. Если это будет в рамках вебинара, я постараюсь максимально подробно ответить. А если это просто вы зададите вопрос, то мы сможем уже более предметно ответить, не лимитированно по времени. Так что приглашаем к сотрудничеству. Как сегодня будет наша встреча происходить? Мы будем с вами на слайдиках смотреть нормативные материалы и будем переключаться на демо-версию. Вот таким вот образом демо-версия. И будем смотреть на демо-версии основные моменты, про которые зашел разговор у нас в отношении теоретической базы. Сейчас я отсюда перейду снова в наши слайдики. Итак, приступаем. Программа сегодняшнего вебинара будет у нас вот таким образом выглядеть. Ну, все, наверное, уже слышали про то, что у нас налоговая реформа 2025 года вступает в действие. Про это, в общем-то, писали все информационные ресурсы, юридические программы, консультационные. То есть, собственно, очень много комментариев, материалов по этому поводу. Но вопросы все равно возникают, и нам тоже приходит много запросов. Соответственно, больше всего возникают вопросы в отношении упрощенной системы налогового обложения, то есть в отношении спецрежимов, и как это все будет выглядеть с начала года. Потому что, кроме того, что это теоретически должно быть понятно, необходимо будет выполнить и программные какие-то изменения внести, изменения в справочнике и так далее. Ну, и, естественно, составить нормативные и локальные нормативные акты и учесть изменения. То есть, каким образом мы должны будем составлять учетную политику, какие изменения надо будет отметить, так сказать, в учете и в отчетности по НДС, затронет или нет изменения социальный фонд России. И, как вы слышали, наверное, у нас автоматизированная система, упрощенная система налогообложения была в качестве пилотного проекта применена в четырех областях России. Теперь она, так сказать, уже отработана. Основные шишки уже набили. И теперь ограничения, которые были для АУСН, снимаются, и она уже будет во весь рост использоваться с начала нового года. Ну, и, естественно, немножко поговорим про дополнительные сервисы и отчеты. То есть, в общем-то, у нас достаточно насыщенная программа и придется в быстром темпе. Сначала немножко мы с вами поговорим про теорию, то есть про законодательные изменения, а потом переключимся на конфигурацию. Итак, теоретические недостатки навыки. То есть налоговая реформа у нас вступает в силу с 1 января 2025 года. То есть, соответственно, у нас вступают в силу все поправки и в налоговый кодекс, и которые внесены федеральным законом номер 176 ФСБ. И в свете этих законодательных изменений самые неприятные изменения – это то, что у нас юридические лица и ИП станут плательщиками НДС. То есть упрощенцы у нас будут платить НДС. Ну, на самом деле, не все так страшно, как кажется на первый взгляд, потому что НДС будут платить только упрощенцы, которые, в общем-то, уже вышли на довольно большие обороты. То есть обязанность платить или нет НДС зависит от оборота на упрощенке. Соответственно, если предприятие действующее, если оно применяло упрощенку, например, и в прошлом году, и в 2024 году, то оценивается доход за 2024 год. Значит, если за 2024 год у нас был доход не более 60 миллионов, то в этом случае мы не попадаем под плательщиков НДС и можем продолжать дальше работать в упрощенной системе без НДС. Если у нас доход за 2024 год был менее 60 миллионов, не совсем правильно сказал, то есть если более 60 миллионов, то мы будем платить НДС. Если менее 60 миллионов, то в этом случае мы не будем платить НДС. Но обратите внимание на то, что здесь нечеткая граница. То есть не так, как было раньше с упрощенкой, что превысили этот порог и потеряли право на применение упрощенки. Нет, мы не теряем право на применение упрощенки, если не превысим другие показатели. Но НДС начинаем платить со следующего месяца, который следует за тем, когда мы достигли дохода 60 миллионов рублей. То есть, например, мы до июля не платили НДФЛ, то есть НДС, поскольку у нас доход не превышал 60 миллионов, а с июля у нас, например, стало 63 миллиона, и мы начинаем платить с этого момента НДС. То есть мы не теряем право и задним числом ничего не пересчитываем. Ну и, естественно, если у нас юридическое лицо или предприниматель зарегистрированы в 25-м году, то на них автоматически распространяется данное положение. То есть они не будут платить НДС, пока их доход не превысит 60 миллионов рублей. То есть, может быть, они не выйдут из этого коридора и до конца года, но если превысят его, то, соответственно, точно так же будут с первого числа следующего месяца платить НДС. А вот из неприятных тонкостей у нас есть другая. То есть, если у нас раньше было, например, мы совмещали несколько режимов, спецрежимов, то есть упрощенную систему налогообложения, патентную систему по некоторым видам, то теперь мы можем применять точно так же одновременно несколько спецрежимов, но сложить доходы мы должны будем по всем режимам. И если все наши режимы не превысят 60 миллионов, то, соответственно, все в порядке. Если превысят, то мы попали на НДС. При этом здесь есть небольшое послабление. Статья 248 Налоговый кодекс позволяет исключить из этой суммы налоги, которые предъявляются покупателю товаров. Ну, соответственно, сумма туристического налога. То есть вот такое небольшое послабление. На самом деле сейчас и фирма 1С, и все юридические сервисы, то есть и Калуга, Астрал, консультант, гарант и так далее, публикуют много материалов по поводу переходного периода, по поводу сервисов, которые облегчают этот период. То есть 1С тоже размещает у себя довольно много полезной информации. Сейчас мы посмотрим. Ну, во-первых, всегда возникает, при переходе на какой-то режим, возникает необходимость оценить свои возможности и посчитать, то есть в каких рамках мы будем, может нам проще перейти на общий режим. То есть для того, чтобы была возможность оценить, так сказать, свои шансы на то, что мы не выпадем из этих рамок, в конфигурации появился вот такой сервис, то есть меню руководителю. Здесь у нас есть калькулятор сравнения режимов налогообложения. Сейчас мы с вами переключимся. Вот у меня сейчас на экране перед вами этот раздел, то есть подраздел руководителю, и вот у нас этот сервис сравнения режимов налогообложения. То есть вот здесь мы с вами можем задать параметры и посчитать, какие, ну, допустим, у меня установлено по Калининградской области. Вы, естественно, можете выбрать любой другой, ну, там, Московская, например, область, задать другие параметры и выбрать вид деятельности. То есть, например, мы выбираем вид деятельности по ОКВЭДу, то есть то, что у нас зарегистрировано в наших регистрационных данных, в ЕГРЮЛ или в ЕГРИП. Ну, например, выберем мы продуктовый магазин. То есть, соответственно, вот это у нас такой ОКВЭД. И, во-первых, можно узнать стоимость патента, но поскольку у меня демо-база, то есть здесь все сведения у меня, ну, сфанталированы, то есть, естественно, ИНН недостоверный, то у меня, к сожалению, не формируются исходные данные, потому что, естественно, у меня нет выхода в интернет, естественно, я не могу по ИНН проверить свою организацию, но, допустим, вот, допустим, я планирую 59 миллионов расходов, например, 56. То есть я задаю те критерии, которые, ну, пусть 15 миллионов у меня будет зарплата. И в этом случае у меня, как вы видите, соответственно, для разных упрощенных, для разных бар налогообложения, то есть доходы, доходы минус расходы, и упрощенка автоматическая, то есть автоматическая укращенная система налогообложения. У меня формируются разные показатели. И, соответственно, я могу сравнить, что для меня выгодно или невыгодно, и если у меня попадает регион под льготное налогообложение, ну, к сожалению, у меня здесь, например, льготное налогообложение, возможно, только в случае, если я применяю, например, работаю по резидентству, то есть в качестве резидента особой экономической зоны, у меня могут быть льготы и по налогу на прибыль, и по налогу на имущество. Во всех остальных случаях, если у меня обычные, например, территориальные условия, то вот мы с вами видим, что мне программа рассчитала. И еще один момент. Если мы говорим про автоматически автоматически упрощенная система налогообложения, АОСН, то, соответственно, здесь у нас идет разговор о том, что счета должны быть открыты в определенных банках, которые входят в реестр банков, поддерживающих налоговые органы, то есть передающих туда сведения. И здесь у нас есть ссылочка вот такая, то есть в каком банке открыть счет перечень. К сожалению, я не могу перейти по этой ссылке, опять по той же причине, что у меня демонстрационная база не стоит на интернет-обслуживании, поскольку у нее придуманный ИНН, и я не могу указать, что она у меня зарегистрирована. Так, значит, естественно, то есть если мы в обычной базе, которая у вас состоит на поддержке, то есть у вас есть подписка ИТС, то вы можете открыть и по своему регистрационному номеру дополнительно эту информацию посмотреть. То есть список банков сейчас уже достаточно большой, порядка 50, то есть посмотреть, может быть, у вас открыт уже в этом банке счет. Может быть, вы только собираетесь это делать, в этом случае вы можете из этого списка выбрать. Так, значит, это вот такой у нас сервис появился для облегчения перехода на спецрежимы. Теперь мы с вами снова возвращаемся к нашим слайдикам. Вот таким образом. Вот это еще раз мы с вами на слайде видим путь. То есть это у нас подраздел руководителю и сравнение режимов налогообложения. Естественно, кроме того, что мы можем вот этот сервис использовать для оценки, что же нам делать на следующий год, то есть какие изменения внести в собственные и учетную политику, и остальные локально-нормативные акты. Мы еще должны будем немножко поговорить про теоретическую основу налоговой реформы, то есть что же у нас изменится. Ну, во-первых, как мы уже сказали, все зависит от дохода, и доход определяется кассовым методом. То есть, соответственно, все, что у нас перечислено по банку, по кассе, мы берем в расчет. И, соответственно, если это будут авансы, по которым отгрузка запланирована на 25 год, то поскольку это кассовый метод, мы учитываем такие авансы в качестве дохода этого года. Когда мы определяем доход для того, чтобы было понятно, будем мы платить НДС или не будем, то мы исключаем положительную курсовую разницу и субсидии, которые мы получили на государственном уровне или на муниципальную собственность. То есть, вот эти вот эти позиции мы не учитываем, а учитываем, естественно, все остальное. И, как я уже говорила, то есть, если у нас идет совмещение упрощенки и патента, то по патенту мы тоже учитываем полученные доходы. То есть, мы учитываем общие суммарные доходы. Еще вот такой посмотрим, такой сервис. То есть, в программе 1С Бухгалтерия с версии 3.0.160 добавлена возможность указать, какую ставку мы будем применять. Поскольку мы имеем право применять и обычные ставки, то есть, 10 и 20 процентов, если у нас доход превысил 60 миллионов рублей, но можем применять и, допустим, специальные ставки. Значит, сейчас мы с вами снова посмотрим. Вот таким образом перейдем мы снова в базу и теперь посмотрим, какой у нас релиз. значит, у нас посмотреть релиз мы можем вот по этой пиктограммке, то есть, это у нас сервис и настройки, и вот он у нас и информация о программе вот такой, и логотип такая, пиктограммка, и мы смотрим сведения. То есть, у меня вот здесь вот я могу посмотреть версию платформы, и вот здесь вот я вижу сведения о конфигурации, о релизе. То есть, у меня 3.0.161, то есть, у меня уже релиз, в котором учтены эти изменения. И, соответственно, я могу безболезненно использовать этот, я могу безболезненно использовать этот релиз, он позволяет мне все сервисы, которые есть на данный момент, активировать. Значит, мы возвращаемся снова к нашим вот так, к нашим слайдам и смотрим, что мы должны активировать. То есть, у нас раздел «Главное», соответственно, подраздел «Налоги и отчеты» и «Система налогообложения». Значит, переключаемся, раздел «Главное». Значит, и здесь мы выбираем «Налоги и отчеты» и выбираем, соответственно, во-первых, нашу организацию, которую мы хотим. Меня в качестве примера можно использовать, допустим, или «Конфетпром», или «Торговый дом комплексный». Ну, вот, выберем вот данную настройку. к сожалению, не очень быстро срабатывает, но пока она срабатывает, я могу что-то дополнительно рассказать. Соответственно, вот у нас открылась интерфейс, и, собственно, здесь мы можем выбирать, какую систему налогообложения мы будем использовать. Сейчас у меня стоит общая система налогообложения. Значит, если я вижу, что у меня, например, посмотрим, вот этот торговый дом, он, по-моему, у меня уже на упрощенке. То есть, я могу систему налогообложения изменить и выбрать ту, которая мне подходит, например, упрощенка, доходы минус расходы. И, соответственно, когда я ставлю, вот, выбираю какую-то упрощенку, либо обычную, либо автоматическую, у меня в этом случае изменяется интерфейс и появляются вот такие дополнительные отметки для чекбоксов, то есть, для красивых зеленых галочек. Значит, одновременно с системой налогообложения, если я понимаю, что я буду выходить за 60 миллионов, то я ставлю такой флажок, что у меня будет рассчитываться НТС. Как вы видите, значит, вот такой значок подсказка у меня в этом случае мне доступны. И я устанавливаю, что это у меня будет на следующий год, то есть, 2025 год. И, в общем-то, у меня тогда становятся не активные дополнительные сведения, но значит, я могу таким образом изменить систему. Так, вот это я закрыла. И, значит, возвращаемся снова. Это мы посмотрели, что мы должны сделать. То есть, я ставлю флажок, что у меня будет использоваться НДС. И, соответственно, у меня при этом должна будет появиться закладочка по установке НДС. И, ну вот, как вы видите на слайдике, то есть, флажок, который мы поставили, это показывает именно активизацию настройки по НДСу. теперь налоговое разослало официальное уведомление, что в 1 января 25-го года у нас снимаются ограничения, которые были для упрощенной системы налогообложения автоматизированы. То есть, у нас был пилотный проект, когда АУСН применялось только в четырех регионах. То есть, Москва и Московская область, Калуга и Калужская области, Тарстан. Значит, с 1 января ее могут применять все предприятия и из других районов, и, соответственно, не только из других районов. То есть, у нас могут применять АУСН те предприятия, которые работают с маркетплейсами, что, как вы знаете, достаточно большое количество сейчас пользуются популярностью такой вид торговли. Еще один плюс, что на упрощенку мы раньше могли переходить только с 1 января, а на автоматизированную упрощенную систему налогообложения. мы теперь можем переходить с 1 числа любого месяца, не только с 1 января. И, собственно говоря, те, кто перешел, то есть плательщики автоматизированной упрощенной системы налогообложения, будут вправе учитывать расходы, осуществленные и в натуральном выражении. То есть, как вы видите, ограничения, которые действовали у нас снимаются. Но мы с вами уже поговорили о том, что на упрощенке действуют более жесткие ограничения. И вот здесь вот сейчас мы с вами имеем возможность сравнить. То есть, для упрощенки основные критерии это персонал, то есть, не больше пяти человек и доход не больше шестидесяти миллионов. То есть, они автоматически, если начинают применять упрощенную систему, автоматизированную упрощенную систему налогообложения, то есть, они не попадают в число плательщиков НДС, поскольку выручки не больше шестидесяти миллионов в год и численность в этом случае не больше пяти человек. То есть, ограничения, кроме тех, которые предъявляются для уплаты НДС, еще и включают ограничения по персоналу. Но в этом случае плательщики автоматизированной упрощенки у нас при ставке доходы платят 8% или доходы минус расходы платят 20% и не задают никакую отчетность. То есть, не предоставляют отчетность по упрощенке, не предоставляют РСВ и 6 НДСЛ. И, соответственно, в этом случае налоги, которые они должны уплатить, то есть, доходы или доходы минус расходы, высчитывает и ФНС самостоятельно. Самостоятельно она высчитывает на основании сведений, которые поступают из банков. Банки у нас согласно реестру достаточно ограниченное число банков, которые, ну, скажем так, уполномочены работать с налоговой инспекцией по АУСН. Ну, и, соответственно, контрольно-кассовая техника тоже. И в этом случае вся информация может располагаться в личном кабинете. Значит, посмотрим с вами еще раз на нашу конфигурацию. Так, это мы пока... Значит, мы пока не будем смотреть. Конфигурация отчета. Значит, здесь у нас, как вы видите, есть 1С-отчетность, и, соответственно, здесь есть личные кабинеты. И у нас есть меню операции. Делаем вот так. То есть, у нас есть еще, кроме личных кабинетов, которые расположены в разделе отчетность, у нас есть блок в меню операции единый налоговый счет. И вот здесь есть еще один личный кабинет, который мы с вами... Вот здесь видим личный кабинет ЕНС, то есть единого налогового счета. Я сейчас попробую в него перейти, потому что на самом деле для того, чтобы мне в него перейти и использовать уже на следующий год в полном объеме, мне не хватает на данный момент двух сервисов. Ну, во-первых, если я выбираю, что я хочу, например, ну вот торговый дом комплексный, я хочу подключить его к единому налоговому счету. Соответственно, это может быть и юридическое лицо, и физическое лицо, извините, физическое лицо. Значит, мне программа пишет, что мне не хватает сервиса 1С отчетность. Что это такое? То есть, я могу перейти по этой ссылке, в этом случае у меня откроется интерфейс для заполнения, значит, и я, соответственно, должна буду ввести сведения об электронной подписи КЭП, квалифицированной электронной подписи. Если у меня его нет, но поскольку у меня дембаза, то у меня, естественно, здесь нету, то, соответственно, мне предлагается инструкция, что мне необходимо сделать для того, чтобы получить КЭП. Как вы знаете, сейчас оформляется это только через налоговые органы, и, соответственно, я должна либо записаться на прием налоговые органы, либо, если у меня есть действующая электронная подпись, с ее использованием получить, ну, то есть, моя задача получить сертификат. Здесь у меня сразу есть подсказки. Ну, например, я выбрала, что есть сертификат, и в этом случае мне надо указать, что, где расположен либо на токене, либо у меня это аппаратная лицензия, то есть, установить свою подпись. В этом случае, нет, не изменять, значит, в этом случае, что, это я попробовала подключить. Сервис 1С отчетность, то есть, словосочетание знакомое, у нас находится блок 1С отчетность в разделе отчеты, и вот он самый блок, здесь, как вы видите, много достаточно возможностей перехода и в рекламентные отчеты, и в переписки, и в другие какие-то параметры, и в этом случае вот у меня сервис 1С отчетность, и когда я его открываю, у меня подключается рекламный баннер, и на самом деле мне очень сложно нажать подключиться, в этом случае у меня дальше будет заполнен интерфейс, что это за сервис, что он дает, то есть, это сервис бесплатный для тех, у кого подписка 1С и ТС проф, в этом случае для таких пользователей бесплатное подключение одного юрлица, то есть, если у вас, например, несколько юридических лиц ведется в бухгалтерии, или холдинг, но обычно холдинги ведутся на ERP, или на управление холдингом, но тем не менее, это значит, что имеется несколько юридических лиц, подключить бесплатно может только одно юридическое лицо, остальные будут за денежки, и, соответственно, за денежки, правда, ну, скажем так, дружественные цены, то есть, за на 12 месяцев это будет стоить порядка 3800 рублей, то есть, если делим на 12 месяцев вполне себе дружественная сумма получается, можем подключить сервис на 2 года, ну, соответственно, будет немножко дешевле, но, тем не менее, порядок цены сохраняется такой, а вот, если у вас подписка ETF техна, то в этом случае бесплатного подключения у вас не будет, будет только за денежку, но, тем не менее, это, этот сервис позволяет напрямую в фискальные органы, не только налоговую, но и СФР, и, допустим, судебные приставы, и министерство обороны, достаточно большой перечень других фискальных органов, то есть, позволяет напрямую на сайт выкладывать, допустим, отчетность, переписку, размещать материалы и получать ответы, естественно, быстрее, потому что не используется оператор ТКС, и, соответственно, не тратится время на пересылку файлов оператору, потом оператор фискальные органы, и потом в обратном порядке. Соответственно, если я подключаю сервис 1С отчетность, в этом случае у меня вот здесь вот, я смогу через подключить сервис, я смогу подключить уже не только блок 1С отчетность, но и сервисы. После подключения использовать личные кабинеты и те, которые располагаются в блоке отчетность 1С, и уже не только эти, но и те, которые мы с вами только что посмотрели, то есть это личный кабинет единого налогового счета. Соответственно, если мы с вами посмотрели то, что у нас есть сервисные функции в блоке руководителю, сравнили режимы налогообложения, поняли, что, например, если мы применяли прошу прощения, убежал мы этот, если мы поняли, что нам выгодно, например, применение обычной неавтоматизированной упрощенной системы доходы минус расходы, то, соответственно, если мы и в 24-м году работали, и в 25-м будем продолжать, не будем менять объект налогообложения, в этом случае нам ничего не требуется делать, и мы продолжаем себе работать дальше. Но если у нас оказалось, что, например, мы хотим поменять объект налогообложения, то есть у нас была упрощенка 16%, мы хотим просто доходы поставить, или у нас не было налогообложения, то есть без НДС, но мы понимаем, что у нас будет НДС, и нам надо, соответственно, сделать настройку, что мы его учитываем, но кроме этого нам необходимо внести изменения в учетную политику. Значит, в учетную политику это уже местные, локальные, нормативные акты. Вносить изменения нам в учетную политику придется в любом случае, и как мы можем это сделать. Значит, мы с вами в меню главное у нас есть настройки функциональность и организация, то есть в меню организация мы входим в наше юрлицо, например, ну вот, считаем, что мы вот в это лицо зашли, и, соответственно, здесь регистрационные данные наше предприятие указаны, и вот у нас есть переход по гиперссылке, это учетная политика. При переходе в учетную политику мы с вами попадаем вот в такой журнал, то есть если у нас не было изменений в учетную политику, нам не обязательно вносить каждый год новые записи, то есть, как вы видите, 21 год, потом в 24-м у меня изменились какие-то настройки, я вводила новую учетную политику. Соответственно, если мы понимаем, что нам надо с 25-го года у нас изменяется, то мы создаем новую учетную политику, то есть через кнопочку создать мы создаем новую строчку, сейчас мы не будем это делать, просто посмотрим уже созданную, то есть соответственно мы можем изменить, и как вы видите, здесь соответственно изменить те настройки, которые у нас есть, и перейти по данным гиперссылкам, если мы что-то хотим изменить в этих настройках, ну вот я, например, поставила, что я буду использовать 57-й счет, то есть у меня будут переводы в пути для покупки валюты, допустим, ну и дополнительные, я считаю, что у меня будет, я буду иметь льготу для МСП, то есть это мое предприятие будет располагаться в реестре МСП, и соответственно я буду применять льготную отчетность, для малых и средних предприятий, и естественно если я буду платежиком НДС, то я в любом случае должна сделать новую учетную политику и в общеустановленном порядке распечатать ее, распечатать приказ, здесь вы видите у меня возможность весь комплект документов по вводу новой учетной политики и соответственно я задаю печатные формы, которые мне требуются, ну приказ по любому, учетная политика по БОХ учету, по налоговому учету и регистр налогового учета, то есть я все это распечатываю, приказ у меня должен быть датирован этим годом, то есть допустим 31, не позже 31 декабря и вот сейчас мы посмотрим вот приказ может быть датирован допустим и 1 декабря и 15 декабря но о том, что ввести учетную политику с 31 декабря 2024 года вот в этом случае у меня учетная политика начнет действовать с 1 января следующего года то есть если я укажу что у меня учетная политика вводится в действие с 1 января 2025 года то это будет обозначать что учетная политика у меня начнет применяться со следующего года то есть если я хочу чтобы у меня не с 2025 года а с 2026 то есть для того чтобы учетная политика начала действовать с 2025 года у меня приказ должен быть датирован этим годом то есть например последние цифры последние числа этого года ну соответственно если у меня была общая допустим общий режим то соответственно у меня в этом случае будет полный отмечен то есть не для малых предприятий а полный так после того как мы с вами внесли изменения в учетную политику мы должны еще посмотреть поскольку у нас изменяется если я выбрала МСП то у нас изменяются не только сведения про НДС то есть я выбираю в этом случае НДС обычный либо 10 либо 20 процентов либо я могу специальные ставки 5 и 7 процентов но при специальных ставках я не могу применять я не могу принимать возмещение входящего НДС то есть мне нужно определить насколько это для меня будет выгодно то есть может быть мне с самого начала применять ставки 10 20 процентов еще будет одно требование то есть если я применяю ставки 0 процентов то есть я планирую применять например ставки 0 процентов то я должна помнить что у меня в этом случае так сейчас мы сюда уйдем так что у меня в этом случае будет действовать положение что например освобождение от НДС по ставке 0 недоступно либо если я занимаюсь экспортом причем подтвержденным экспортом и подтверждение на каждую операцию у меня происходит либо освобождением по 149 статье если у меня конкретный вид налога конкретный вид деятельности оговорен значит кроме того что мы с вами уже посмотрели нормативные материалы так здесь у нас сейчас ну пока нету вопросов значит собственно говоря мы должны выполнить ритуальную часть балета если можно так сказать то есть мы проверяем через вот этот вот сервис мы проверяем сравнение налогообложения то есть что нам выгоднее оставаться на упрощенке либо мы уже видим что по выручке мы превысим показатели когда НДС не применяется или в этом случае нам выгоднее перейти на общий режим либо остаться на упрощенке либо может быть у нас есть какое-то юрлицо которое может быть переведено на автоматизированную упрощенную систему налогообложения значит мы проводим сравнение режимов налогообложения после этого мы создаем настройки соответствующие и меняем учетную политику по соответственному юрлицу если у нас новое юрлицо создается то в этом случае мы можем сначала с регистрации с момента регистрации соответственно подавать на применение упрощенной системы налогообложения выбираем базу либо 6% ой 8% то есть доходы либо доходы минус расходы еще хочу обратить ваше внимание что в прошлом году в прошлом периоде у нас действовал переходный период когда если мы превышали ставки по каким-то критериям то есть например у нас превышение было по людям 130 человек например там небольшое превышение 135 человек или по доходам то в этом случае мы не теряли упрощенку а применялись повышенные ставки там например 6% и 20% в этом году точнее не в этом году а со следующего года то есть 2025 года переходных периодов уже нет и повышенных ставок у нас уже тоже нет то есть если мы превышаем какой-то показатель то есть у нас установлен предельный уровень доходов с учетом коэффициента дефлятора предельный повышенный уже уровень когда у нас стоимость основных средств было раньше 150 миллионов теперь 200 и численность то соответственно мы теряем упрощенку и переходим на общий режим но если мы свыше 60 миллионов то мы можем не потерять упрощенку а использовать ее уже с учетом уплаты НДС но допустим не теряем ее до конца но уже повышенных ставок не применяем и здесь мне еще хочется снова вернемся с вами в нашу базу нашу демо базу и здесь еще вот какой надо учитывать момент что у нас дополнительные сервисы есть и есть раздел администрирования значит в разделе администрирования у нас с вами есть функциональность то есть мы можем настраивать функциональность значит я сейчас хочу перейти сюда но сразу оговориться потому что у нас демо база она имеет некоторые ограничения то есть я сейчас не смогу изменить существующие настройки потому что у меня есть документы которые я создавала данными настройками и соответственно демо база не предполагает определенных действий значит если мы с вами переходим к настройкам то нам надо проверить какая у нас установлена функциональность то есть необходимо проверить что у вас установлена например полная функциональность потому что в определенных отчетах нам необходимо именно полная функциональность то есть вы не можете их составить на выборочной вот сейчас у меня установлена выборочная функциональность желательно исполнить желательно полную и второе значит мы с вами проверяем ну естественно проверяем все основные параметры и два момента на которые мне хотелось бы обратить ваше внимание ну вот проставленные чекболсы как вы видите поскольку у меня уже есть документы которые ссылаются на данные настройки у меня они не активны но естественно при работе например с денежными инструментами необходим полный интерфейс то же самое у нас касается запасов и обратите внимание что если вы проставляете отметку что путевые листы вы будете использовать то вам будет доступен этот функционал то есть путевые листы у нас живут в разделе запаса расчеты по договорам здесь нужно обязательно учитывать то что у нас с этого года отменен мораторий на материальную выгоду то есть если у вас есть договора займов с физическим лицом то вам обязательно надо помнить что если по этому договору ставка за предоставление кредитных средств меньше ставки рефинансирования то вы должны будете рассчитать материальную выгоду и обложить ее по ставке соответственно 35% и не только обложить и начислить но и перечислить эту сумму то есть НДФЛ перечислить в бюджет а если вы этого не выполните то будет естественно применение штрафных санкций и в общем соответственно фискальные органы будут радостно подирать руки с криками кормильцы устраиваться в очередь значит на самом деле сложность заключается в том что у нас 21-22 год действовал мораторий и вот этот механизм был приостановлен этого года он у нас действует поэтому необходимо обязательно проверить значит еще то что касается допустим дрозничной торговли у нас обычно все проставлены отметочки то есть то что касается обязательно маркировки мы помним ну к сожалению нужно проставить потому что с этого года у нас еще включились новые товарные группы в обязательную маркировку и проверьте обязательно не попадает ли товар который которыми вы занимаетесь не попадает ли в обязательную маркировку выпуск продукции и проверяем тоже которые отметочки у нас уже стоят и которые необходимы например основные средства это мы в любом случае должны проверить потому что это наша упрощенка то есть не превысили не превысили или мы стоимость по основным средствам та же самая история с нематериальными активами и вот мы с вами добрались до сотрудников и вот здесь вот обратите внимание вот на такой флажок который вы обязательно должны поставить даже если у вас нету военнообязанных как у нас задавали несколько предприятий вопрос а что делать если у нас одни девочки вот даже если у вас одни девочки то воинский учет вывести обязаны нет исключений в этом случае и даже если одни девочки то у вас могут быть девочки у которых воинские специальности то есть специальности подлежащие воинскому учету например доктора связисты ну на самом деле список воинских специальностей подлежащих учету достаточно большую то есть это нужно проверять по списку воинских специальностей а вот если вы не ставите здесь воинский учет то соответственно не появляется учет не появляется воинский учет в зарплате и кадры то есть вот у меня не стоит воинский учет и раздел зарплата и кадры обратите внимание у меня не содержит раздела воинский учет как только я там расставляю флажок здесь у меня появляется воинский блок воинского учета я могу и составлять документы и что самое основное уже эти документы передавать в электронном формате то есть у нас сейчас идет цифровизация этих взаимоотношений как я уже говорила сервис 1С отчетность предполагает прямой обмен и с министерством обороны то есть с военкоматами и в следующем году с 1 октября уже предполагается обмен электронными документами то есть повестки выписываются в электронном формате и передаются работодателям и работодатель должен повестки или любые другие сообщения передать сотруднику если это не сделано то включаются очень серьезные штрафы 400 и 500 тысяч то есть не 40 и 50 рублей а 400 и 500 рублей 500 тысяч рублей соответственно чтобы вот этого избежать мы должны сейчас мы вернемся мы должны проставить воинский учет флажок и дальше сведения про организацию ну это у нас возможность мультиферменного учета то есть эта настройка делается один раз когда мы только начинаем работать и сейчас ее нам менять не надо будет и еще один момент то есть это мы поговорили с вами про воинский учет и я хочу остановиться вот на каком моменте то есть у нас с вами есть возможность в блоке 1с отчетности это блок отчеты под раздел 1с отчетность если мы переходим на регламентированную отчетность здесь мы с вами можем то есть вот сразу запускается баннер по 1с отчетности но мы не будем его ни смотреть ни подключать сейчас просто закроем и здесь мы с вами можем через кнопочку создать создать любую отчетность которая касается так значит сейчас мы до нее дойдем значит касается статистики к сожалению не буду я искать статистику потому что это просто долго а у нас уже мало времени то есть я выводить сюда могу статистическую отчетность в этом году даже в 2024 был большой достаточно перечень отчетов которые статистика прислала то есть под эти отчеты попали предприятия по выборке соответственно в личных кабинетах у нас доступен сайт статистического декларирования то есть сайт статистики и вам необходимо перейти на этот сайт и по своему ИНН проверить не попало ли ваше предприятие под какие-то выборки и если попало посмотрите через список отчетности посмотреть какой отчет вы должны сдавать и соответственно в какие сроки потому что практически уже два года как статистика тоже применяют штрафные санкции достаточно большие то есть если вы не посмотрели например что предприятие попало под какую-то выборку и не сдали своевременно отчетность то при первичном нарушении вам грозит до 70 тысяч штрафные санкции а при повторном нарушении до 150 тысяч штрафные санкции то есть соответственно гораздо проще проверить под какую выборку вы попали и сдать отчетность потому что отчетность несложная в основном она касается сотрудников и фонда заработной платы но таким образом позволит избежать достаточно серьезных штрафов сейчас мы с вами снова переключаемся на наши слайдики и переходим к первому слайдику я хочу напомнить вам наши напомнить наши координаты наши контактные данные адрес электронной почты телефоны телеграм контакты и адрес нашего сайта и собственно говоря мы будем очень благодарны вам за обратную связь то есть пишите если у вас возникли вопросы если вы хотите какие-то материалы более подробно осветить мы с удовольствием пойдем вам на встречу и у нас очень большой опыт по всем работам которые связаны с программным обеспечением 1С и с настройкой и с внедрением и с какими-то дополнительными например разработкой дополнительных отчетов ну то есть практически весь спектр мы и продаем и настраиваем и дорабатываем так что будем вам благодарны за сотрудничество и будем рады оказаться полезными на этом разрешите попрощаться с вами пожелать вам хорошего дня компания Кодерлайн благодарит вас за время которое вы для нас выделили всего доброго до новых встреч и до новых встреч Продолжение следует...